У нас собрался стол на Берн. Это один раунд и 4 сдачи. Самый такой, в общем-то, быстро собирающийся. Ну, Берлин, Берн быстро собираются. Так, и у меня здесь хорошие игроки. Напротив игрок с коричневым поясом одной черной полоской и справа игрок с коричневым поясом одной черной полоской. Вот только слева у меня зеленый пояс. Причем, вроде бы, девушка давно достаточно играет. Но как-то она не может подняться выше одной коричневой полоски. Давайте посмотрим на руку. Это у меня, возможно, это все типы, а возможно, это какие-нибудь... Закрытые панги. Может быть, панговая рука. Частично панговая. Сейчас у меня что получается? Давайте посчитаем очки. Два закрытых панга. Два очка. Закрытая рука. Еще два очка. Панг. Ветры раунда. Два очка. Шесть очков уже есть у меня. Если я не открываю руку, у меня шесть очков. Открывая руку, у меня четыре очка только за два закрытых панга и панг-ветры раунда. Так, похоже, мне не нужна эта костяшечка с белым дракончиком. Как будто у меня, видите, собирается переплетенный ряд. Один, четыре, семь. Три, шесть. Нужна девятка. И два, пять бамбуков нужны. Но, если я их собираю, тогда я избавляюсь от восьмерки и зеленого. Я просто не уверен, что я так все хорошо соберу из таких вот костей. Вон уже вторая девятка символов выходит. Давайте. Что мне, собственно, мешает. Все типы, да, это будут, скорее всего, все типы. А может быть, кстати, смотрите, если я сейчас объявляю конг восьмерок, это же у меня будет уже восемь очков. Да, давайте посчитаем. Закрытые, открытые конги у меня будут шесть очков. И ветер раунда еще два очка. Восемь очков. Все есть. По идее. Я даже могу от зеленого избавиться. Если я возьму конг. Если я сейчас не беру конг восьмерок, у меня все равно получается восемь. Потому что у меня выходит два закрытых панга. Закрытые конги считаются, как закрытый панг. Раз. Два очка. За два закрытых панга. Плюс. Закрытые конги отдельно еще за два очка считаются. Давайте. Закрытые конги отдельно два очка. Панг терминаль. Панг, извините, ветра раунда. Давайте. Ну вот, теперь думайте, что я жду. Вот видите, я достаточно быстро вышел на просящую. Но теперь у меня не двух очков за закрытую руку. То есть у меня что, два закрытых панга, закрытый конг. Панг. Ветра раунда. Шесть очков. Ожидание единственное семь. Ну плюс еще, если все типы, у меня еще шесть очков добавляется. То есть тринадцать в итоге получается. Если я избавляюсь от этого зеленого, тогда у меня получается... Ну, я и не избавляюсь. Очень удачно зашли все типы. Очень удачно зашли все типы. С закрытым конгом. Двумя закрытыми пангами. Бывают такие заходы. Мне как-то зашла рука интересная. Уже были восемь очков на руке. Панг зеленых и панг северов. Причем я сидел на севере в северном раунде. То есть мне панг северов давал четыре очка. Четыре очка за ветер. Два очка за дракона. И два очка за два закрытых панга. Вот у меня восемь очков. Только все остальное было. Так себе. Вот опять закрытые панги складываются. Смотрите, два закрытых панга уже есть. Заготовка на третий панг есть. Я даже не уверен, что мне нужен этот красный. Сейчас посмотрим, что зайдет со стены. Может быть я просто панги соберу. Да, пожалуй, панги. Ну, четверка одна вышла. Ничего страшного. Если я собираю панги, тогда мне, конечно, есть смысл оставлять какие-нибудь крайние кости. Но я сейчас просто делаю такой немножко финт, чтобы меня раньше времени не просекли. То есть пока я сбрасываю благородные кости, терминальные кости, что-то ближе к терминальным, я делаю вид, что я собираю какие-нибудь там чоу, какую-нибудь такую простую руку. Только я начинаю сбрасывать хорошие кости. Давайте, ладно. Типа пятерок, шестерок. Вот я шестерку скинул. Это как бы выглядит, конечно же, как защита. Да? От игрока напротив. Но в то же время это такой достаточно агрессивный ход. Вот теперь я не знаю, что у меня заходит. Шестерка точек. Давайте посмотрим. Шестерка точек может идти напротив, как на панк. Да. И это правильно, потому что я избавился от ненужной шестерки. Ну, развил руку игроку напротив, конечно, да. Но в целом... Ладно, давайте так скину. А что же он там собирает-то? Формальный сейчас, конечно же, напросящий. Но это просящий мне ничего не дает. Ну, а что у меня получается? Два закрытых панка. Панк терминальных, безблагородных, без масти. Это пять очков. Ожидание в край шесть. Даже если я беру с элфом, это будет семь очков. Сбрасываю тройку, потому что она пока не нужна. Я не уверен на счет последней тройки. Последняя кость. Без масти, без амиров. Тройка бамбуков не нужна. Она напротив выходила. Хотя она сейчас, может быть, нужна игроку слева, да? Нет, игроку справа нужна. Так, вот все пятерки вышли бамбуков. Игрок, напротив, видимо, средние собирает. Ну, он скинул, правда, четверку-шестерку. Он, похоже, рассчитывал на панк пятерок именно, да? Ну, интересно, очень амбициозный план с панком пятерок. Так, вторая девятка выходит. Хорошо, могу скинуть девятку, значит. Восьмерка идет. А, он просто панги собирал в итоге. Ну, хорошо. Хорошо, что не я накинул эту восьмерку. И хорошо, что он взял со сноса. У него как раз, вот видите, восемь очков ровно без цветов получилось. Так, вот у меня очень похоже на чоу-руку. Кстати, 3, 4, 5. Да, что-то можно собрать. Может быть, 4, 5, 6 идет в точках. Я просто смотрю на эту единственную пару троек. Мне хотелось бы ее оставить. Ну, ладно, давайте так. Ну, восьмерка получается самоизолированная здесь. Потому что вот здесь у меня два чоу можно собрать на самом деле. 3, 4, 5, 5, 6, 7. Например, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эта пятерка идет вот так тогда. Так, и я разбиваю пару. Ну, потому что глазки у меня будут сейчас на девятках. Я вот как раз получил девятку. И очень удобно. И я же могу сейчас любые символы выкинуть, какие мне не нравятся. То есть я собираю, например, 3, 4, 5 смешанное тройное чоу. И получаю 8 очков. То есть если я беру пятерку точек, я, естественно, сношу шестерку символов. Если я беру двойку точек, я сношу тройку символов, да, чтобы у меня были смешанные и смещенные. И остаюсь на ожидании в две стороны. На четвертый сет просто получается все идеально. Если так развивается, как я говорю. Если я сейчас получаю пятерку или восьмерку, да. Вот давайте я лучше вот так сделаю. Сейчас двойку снесли. Можно решить, что двойка безопасна. Кто-нибудь еще сейчас снесет двойку, как бы в защиту. И попадется. Пятерку точек, извините, я, естественно, не беру. Пятерка точек мне не особенно нужна. Но я на нее не надеялся, на самом деле. То есть я почему сейчас встал именно на двойку точек, потому что ее легче получить. Пятерку точек встроить в руку гораздо легче, чем двойку. Учитывая то, что одну тройку я уже выкинул, встраивание в руку двойки становится проблематично. Даже если у кого-то есть на руке там один, два, три или два, три, четыре точек. Все равно как бы много точек не нужно. Только если они, конечно, не у кого-то на глазках сидят. Если они на глазках, тогда уже сложнее. Тогда не знаю, где брать двойку точек. Пятерку точек. Давайте прикинем последнюю пятерку на всякий случай. Да, последнюю пятерку я получаю со сноса. Потому что у меня будет что? Последняя кость все чоу 6 очков. Короткий ряд 7 очко. И смешанная двойная чоу 8 очко. Вот это первая пятерка пошла. Нужно еще две, чтобы я встал на ожидании последней. Ну или опять же двойку точек я, естественно, не прекращаю ждать. Игрок напротив, который, похоже, собирает символы, может мне ее подкинуть. Единичка хорошая кость. Если она никому не нужна, тогда это вот как раз, я подозреваю, приближает выход моей двойки точек. Игрок слева что-то такое собирает интересное. Как будто все типы, да? Ага, созрел. Ту пятерку не взял, а эту взял. Как будто все типы красного она сносит. Все ветры, кроме севера, она снесла. Вот она конку же объявила на севере. Так, то есть красный никому не нужен. Возможно, ей нужен белый. Или зеленый. Вот, да? Если не белый, то зеленый. А вот и мой моджонг, да? Она какие-то терминальные благородные собирала. Ну что ж, хорошо. Я взял еще одну руку. У меня пока что плюс 95. Мы на последней сдаче. Если игрок напротив не берет какой-нибудь мощный селф, то я, скорее всего, беру стол. Так, что у меня здесь? Ну, ничего интересного в анирах. Анира я выкидываю. Скорее всего, что-нибудь сложится в мастях. Какие-то чоу сложится. Ничего, в общем-то, особенного. Но просто нужно вот внимательно следить за тем, что у вас собирается. А это не переплетение даже. Нет. 2, 5, 8, 6, 9, 4. 6 костей. И 4 онера у меня было. То есть, сначала было 9. Зашла вот эта вот двойка. Ну, а где, собственно говоря, единичка символов, семерка символов, тройка бамбуков? Вот нету их. Я сейчас, скорее, соберу какой-нибудь смешанный ряд. Или смешанный, смещённый, может быть, даже. Давайте подождем, что-нибудь в бамбуках полезное. Вот игрок слева что-то хочет собрать такое, вроде чистого ряда. Так, у меня две пары. Две пары. Что это мне даёт? Я не знаю, нужны ли мне вот эти вот... А, 7, 8, 9 сложились. Да. Ладно, давайте так. Я выкину всё-таки. Я не рассчитываю на смешанный ряд. Может быть, я скорее даже мизер соберу. Может быть, получится что-нибудь. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Так. 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 Ладно, давайте так пока выкину. Непростой вариант. Да, кто-то советует в таких ситуациях сносить крайние кости. То есть, вот по этой логике нужно было бы сносить девятку, единичку бамбуков. Но я пока не уверен. Может, они мне пригодятся. Тройка. Хорошая кость. Одна тройка уже выходила. Я, опять же, не собираюсь открывать сейчас руку. На что мне открывать её? Не на что. У меня к пятёрке точек ничего не пришло. Может быть, и правда. Я, кстати, снесу девятку, единичку. Буду ждать четвёрку или семёрку бамбуков. И что-нибудь к пятёрке точек. Ничего не открываю. Кто-то берёт панк, пожалуйста. Это как хотите. Это я не беру. Так, две четвёрки вышли. Две тройки вышли точек. Да, это я считаю точки сейчас. Ну, давайте я пока не поздно эту единичку скину. То она вдруг опасной станет какой-нибудь. Игрок слева её захочет на манжонг себе. Не захотела. А я, опять же, не собираю чистый ряд бамбуков. У меня вот как-то уже поздновато для чистого ряда. Серединке второго ряда сноса. Девятка нет. Во-первых, она безопасная. У меня сейчас рука слишком далеко от просящей, чтобы как-то рисковать. Ну, давайте так. Может, к шестёрке символов что-нибудь придёт. Я ещё на что рассчитываю. Да, я же говорил, что не хочу открывать руку. У меня, может быть, получится мизер. Закрытая рука. Все чоу. Все простые. И что-нибудь ещё. Какое-нибудь там сочетание чоу. Это как минимум. Да, может быть, получится смешанное и смещённое. Опять же, все чоу. Все простые. Двойка. Двойка. Не последняя. Игрок справа, похоже, собирает нижние кости. Нижние кости. Очень интересно. Так. То есть, единичка. Не нужна эта шестёрка. Опять же, если сейчас игрок слева собирает какую-то полумасть. Ну, это просто полумасть. Видите, она даже... Она даже не вышла в плюс. Я ей накинул в серединку. Это у неё всего лишь 12 очков с цветами. Ну, 10 без цветов. Так что я легко отделался, что называется. Да, набросил эту шестёрку. И совершенно спокойно остался на первом месте. Собрал весь банк. Игрок напротив меня собирал как раз... О, вот он хотел чистый ряд собрать. Но ему не хватало четвёрки. А последняя четвёрка была у меня. И он об этом, естественно, не знал. Он рассчитывал на стенку. В стенке ничего уже не было. Вот три четвёрки здесь. Последняя у меня. Ну, в общем, он ещё не был напросящий. И он, кстати, смотрите, прокидывал... А, он четвёрку прокинул. У него могли быть глазки на четвёрках точек. Но у него глазки были на самом деле на шестёрках. Он ждал какой-нибудь четвёртый сет. Хотя четвёртый сет он прокинул опять же. 3-4. 2-3-4 у него могло быть. Но как-то у него не сложилось. Игрок справа собирал нижнее, как я и сказал. И уже стоял напросящий. И вот у него пауза была двойка точек. А ему не нужно было. У него последняя двойка уже была встроена в чоу. И он ждал только единичку. Единичка была одна у меня. Одна у игрока напротив. Третья у него. Четвёртая была в стене. Ну, какие-то шансы у него были. Я вот и боялся единичку скидывать. Я думал как раз оставить единичку символов. 1-2-3. И 4-5-6 подождать пятёрку символов. Ну, пятёрка символов, видите, последняя бы не вышла. Может быть, я бы взял её с истиной, например, на полностью закрытой руке. Ну, набросил дешёвую руку в итоге. Так что потерял немножко очков, но с первого места не свалился. Всем спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...